Без прошлого невозможно будущее. Символично, что одной из площадок для празднования векового юбилея Иваново-Вознесенской губернии выбрали музей имени Бурылина. Именно здесь 20 июня 1918 года подписали судьбоносные документы. В день столетней годовщины основания края здесь открылась тематическая выставка на стыке времен. В нее вошли экспонаты, которые наиболее ярко отражают развитие текстильного края в конце 19-го – начале 20-го века. В огне московского пожара погибли практически все московские фабрики. И ивановские капиталисты и крестьяне получили своеобразный карт-бланш на развитие своих предприятий, своих мануфактур, своих фабрик. И именно вот этот текстильный кластер, можно говоря так, современным языком, он начал способствовать тому, что Иваново-Вознесенский край как территория начал образовываться. Небогатый природными ресурсами регион стал государственным центром легкой промышленности. Образцы швейного мастерства представлены не только повседневной одеждой дореволюционной эпохи, но и яркими парадными костюмами и платьями. Талантливые художники по ткани создали сотни, если не тысячи разнообразных орнаментов. Многие из них представлены на выставке. Особое место занимают декоративные платки. Здесь представлены платки, которые посвящены династии Романовых. В центре мы с вами видим вот такой однотонный платок. Это платок, который выпустила фабрика Василия Меншикова. Он датирован 1856 годом. Это первый тематический платок в России. До этого тематических платков нет. Первыми гостями выставки стали представители политической верхушки региона. Для них провели экскурсию, рассказали о том, чем жил Ивановский край прежде, чем в России установилась советская власть. Многие исторические здания на территории города и области построены на средства местных фабрикантов и меценатов. Поблагодарив сотрудников музея за экскурс в историю, высокие гости спустились в Белый зал, где награждали выдающихся жителей Ивановской области. Государственные награды из рук губернатора получили 8 человек, которые внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и спорта области. Нам надо сделать все, чтобы каждый талант в области раскрылся, чтобы каждый человек мог действительно раскрыть свой потенциал. Тогда у нас с вами все есть для того, чтобы вы успешно принимаете. Все у нас с вами есть. Знаком заслуженный врач Российской Федерации наградили зав. отделением лучевой диагностики областной больницы Николая Нагорного. В сфере здравоохранения более 30 лет, а по службе лучевой диагностики с 93-го года ординатуру закончил. И вот с тех пор я с 94-го года в областной больнице так работаю по сей день. Обращаясь к гостям, Станислав Воскресенский отметил, что за 100 лет область переживала и взлеты, и падения. С оглядкой на прошлое каждый житель текстильного края должен ясно смотреть в будущее и делать все, чтобы Иваново и область успешно развивались. От нас всех с вами зависит, как будет дальше. Каким будет этот новый столетий, который, кстати говоря, сегодня начинается. Вот эти сейчас тиклые секундные стрелки, они уже отчитывают первый день нашего с вами нового столетия. И от каждого зависит, каким оно будет. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.